В редакцию нашей телекомпании обратились жители района и попросили разъяснить, с каких социальных выплат судебные приставы могут взыскивать задолженности. С этим вопросом мы обратились в районную службу судебных приставов. Оказалось, что удерживать деньги можно даже с пенсии. Удержание производится из всех видов пенсии. Имеется в виду трудовая пенсия, пенсии по инвалидности. Туда входят все группы. Судебный пристав-исполнитель вправе обратить взыскание на пенсию до 50% из размера пенсии. Но есть отдельные категории выплат, на которые судебные приставы не могут наложить арест. Социальными выплатами являются получение гражданами пенсии, детских пособий, пенсии по потере кормильца, за участие в военных боевых действиях. Их определенный перечень, который определен статьей 101 нашего федерального закона об исполнительном производстве, на который не может обращаться взыскание. Тем не менее, ситуации, когда деньги списываются из таких пособий, возможны. Чаще всего это происходит при накладывании арестов на счета, так как мы не видим информации, социальный счет либо не социальный. Банки зачастую не владеют этой информацией. При направлении нами запроса в банк приходит ответ о наличии у человека расчетных счетов. Соответственно, на данные счета накладывается запрет. Чаще всего происходит такая ситуация, когда деньги со спецсчета граждане переводят себе на карту, чтобы не ходить каждый раз в банк. С конкретного счета, который открыт для зачисления детских пособий, пособий потери кормильца, вот именно социальных выплат, если они переводятся на другой счет и с другого счета эти денежные средства списываются, это уже вина самого гражданина. Чтобы снять арест, нужно обратиться к приставам со справкой из соцзащиты или пенсионного фонда о начислении выплаты. Приемное время у нас вторник-четверг, вторник с 9 часов до часу дня, до 13.00 четверг, с 14.00 до 18.00 мы ведем прием граждан. В любое из назначенного времени гражданин может как прийти ко мне на прием, так же к своему судебному приставу-исполнителю. Попасть на прием можно, либо записавшись на портале госуслуг, либо в порядке живой очереди.